В настоящее время педагоги используют новаторские методы подачи материала на уроках. Иногда они приобретают творческое и необычное выражение. Так, например, учитель литературы 4-й школы города Светлана Токарева организовала для учеников двух девятых классов литературную гостиную. Для мотивации она использовала такие приемы, как театральная постановка и новый метод модерации, полученный на стажировке в госкорпорации «Росатом». Более использованы методы модерации. Это новые методы. Проект «Росатома» отправлял меня на стажировку в Пензу и нам показывали несколько методов модерации. Но я для своего проекта, урока, взяла только элементы. Я еще только учусь. И поэтому очень благодарна нашему комитету по образованию за то, что у меня была такая возможность посмотреть, как надо работать в современной школе. Мне бы хотелось, чтобы они поняли, что классическая литература – это важная часть их жизни, что чтение – вообще важная часть их жизни. Чтобы приемы и методы эффективно работали, ребята также подготовились, показали презентации, прочитали отрывки произведений и написали целые исследовательские доклады. Это была обратная связь между учителем и учениками, которая позволяет школьникам получить более глубокие знания и лучше усвоить такой увлекательный и интересный предмет, как литература. Ведь чтение книг развивает кругозор человека, обогащает его внутренний мир и словарный запас, делает речь грамотной и красивой. Это неиссякаемый источник знаний, полезных советов и умных мыслей, которые обязательно пригодятся молодежи в дальнейшей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok